Приветствую вас на канале Татьяна Темис. Если вы желаете поддержать канал, ссылка в описании. И не забывайте подписываться на канал. Основы нравственности. Вопрос. Зачем я живу? Все мы когда-то были учениками, первоклассниками, десятиклассниками. Кто-то был на год старше остальных и казался почти глупцом, поскольку вел себя среди своих одноклассников совершенно неадекватно. Например, мог встать посреди урока, куда-то пойти или затеять драку. Понять что-либо из того, о чем говорилось на уроке, он, казалось бы, был не в состоянии. В одиннадцатый класс он, разумеется, не пошел. И вот приблизительно через год учитель случайно встретила своего бывшего ученика в автобусе. Он ехал с работы, разговаривал со своими знакомыми. Его было не узнать. Исчезло тупое выражение лица, взгляд стал осмысленным. О своих проблемах на работе он говорил весьма разумно и профессионально. Стало очевидно, что парень ходил в школу либо без определенной цели, либо у него по каким-нибудь причинам учеба в школе просто не ладилась. Конечно, этот ученик довольно редкий случай. Но еще Федор Михайлович Достоевский в записках из мертвого дома писал, что одно из самых жестоких наказаний для человека – это повторять без конца одни и те же бессмысленные действия. Вот почему ученик, не видящий смысла в том, для чего он изо дня в день ходит в школу, как бы испытывает там жестокое наказание, а значительная часть молодого и самого активного периода жизни становится бесполезной. Когда мы задаем себе вопрос о смысле жизни, мы хотим получить на него такой ответ, который имел бы безусловное, объективное значение. Вопрос «Зачем я живу?» предполагает цель, как что-то, находящееся за пределами индивидуальной жизни человека. Иными словами, речь идет о том, стоит ли жить. И ответ на этот вопрос ищется такой, который был бы значим не только для меня, но и для всех других. Если мы строим логическую мысль, то она должна утверждаться на чем-то безусловном и всеобщем, что носит название истины или смысла. Сама сущность слова «смысл» заключается в том, что он, этот смысл, является общезначимой мыслью. Однако это слово имеет еще и другое специфическое значение положительной и общезначимой ценности. И именно так оно понимается, когда ставится вопрос о смысле жизни. То есть вопрос состоит не в том, может ли жизнь быть выражена в терминах общезначимой жизни, а в том, стоит ли жить и обладает ли жизнь положительной ценностью, причем ценностью всеобщей и безусловной. Истинность чего-то люди обычно чувствуют сердцем, глубиной своих познаний. Соприкосновение с истиной рождает радость. Об этом даже есть следующая притча. Украла ложь у истинной одежду. Конечно, жаль дорогой одежды, но день прошел, прошел другой, а найти одежду не удалось. И вот осталась истина ногой. Ложь тайно ликовала, но ликовала она напрасно. Для всех нога истина была, как и прежде, незапятна на прекрасной. Ей повредить воровка не смогла. Истину обнаженную любят люди с чистой совестью, Жадно ищут и чтут ее. А ложь, хотя она в одежде истинно ходит, все равно люди узнают. Но иногда, увы, с опозданием. Пословица. Жизнь, как роза, имеет шипы. Век протянется, всякому достанется. Не вызнав броду, не суйся в воду. Ум истинную просветляется, сердце любовью согревается. Век долог, да час дорог. Научиться работать надо три года, А научиться лениться три дня. Вопросы. Если мы все равно рано или поздно умрем, и этим все кончится, То, может быть, смысл жизни заключается лишь в том, Чтобы взять от жизни побольше наслаждений и удовольствий? Аргументируйте свою точку зрения подробно. Цицерон считал, что некоторые люди не имеют собственного мнения, Зато другие обладают несколькими, в зависимости от обстоятельств. Согласны ли вы с Цицероном? Если да, то как вы оцениваете жизненный путь этих людей? Когда-то один дворянин в своем замке протянул проволоку от одной башни замка к другой, Чтобы ветер превратил ее в арфу. Нежный ветерок играл вокруг замка, но музыка не рождалась. Однажды ночью разразилась буря, замок содрогался. Арфа наполнила воздух чудесными звуками. Нужна была буря, чтобы вызвать музыку. Не так ли бывает и в нашей жизни? Вспомните пример того, как безмятежность и благополучие делают нас равнодушными, А буря вызывает музыку наших чувств и благородных стремлений, приближая к истине.